Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Я надеюсь, что вы позавтракали, но я-то еще нет. Поэтому я воспользуюсь возможностью и вкушу это молочко, булочку. Как я это люблю. Ну и попробую эту парафиновую ягодку. Вы знаете, довольно чё. Но я взял уже совсем такую темную, перезревшую. Для натюрморта я буду брать немножко другие, другого цвета. Так вот, к чему это я? Потому что я действительно начал собирать этот натюрморт и почувствовал, что дальше я не могу. Мне надо подкрепиться, прежде чем действительно начать. Ну, вы видите, вот оно, как бы вот эти предметы, которые мы будем с вами использовать после этого завтрака. У меня их 6 штук, поэтому хватит. И я вам скажу, я недавно тоже увидел, как стилистка одна добавляет в молоко какое-то моющее средство, чтобы там были такие пузырики, чтобы оно было как бы парное молоко. Я вам говорил, я крайне негативно к этому отношусь. Я так подумал, что если я сюда побурчу трубочкой, будет то же самое. Ну, что вам мешает, дорогие фотографы, стилисты. Это делать я немножко недопонимаю. Может быть, вас гонит план, гонят начальники, деньги. Не знаю. У меня, к славу Богу, этого нет. Поэтому я могу воспользоваться натуральными продуктами, которые я потом съем и выпью. Так что дайте мне сейчас минут так это 15-20 и мы с вами начнем. Хорошо? Ну что ж, начнем, да? Я сейчас сделал такие небольшие изменения, выдвинул чуть-чуть сюда свой октобокс, чтобы больше захватывало. Цветы большие, оранжевые, вернее, желтые. И здесь я поставил теперь уже софтбокс. Я хочу так это регулировать отражение. Сделал подобный натюрмуртик, как я уже фотографировал. Ну, я вам скажу так. Вот поставил, да? Я сейчас сниму камеру и начну сначала общий план, потом в другом плане, потом отдельный цветок, потом два цветка, три цветка. У немцев нет такого поверия, что два цветка это только одна похорона, а три цветка это живым. Им все равно, сколько подарили, они рады. Так. Ну, в общем, вот такой пока. А дальше посмотрим, будем усложнять. Итак, начинаем. Объектив я сменил на макро 105-ый, чтобы как можно больше деталей попало в кадр. Так. Ну, начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я сделал очень много снимков сейчас, ну, потому что цветы такое дело, завтра приду, уже завянут. Поэтому нужно было торопиться. Сейчас мы с вами пойдем в фотошоп, я там просмотрю кое-какие и немножко обработаем фотографии, несколько штук, чтобы вы уже имели представление. Окей? На карточке было около 100 фотографий. Были хорошие, были не очень. Ну, вот я кое-какие сейчас быстро посмотрел. Допустим, вот это мне нравится, да? Как бы... Вот, на черном фоне видно, что... Я понимаю, что нарциссов может быть очень много уже, но вот на таком фоне жалюзи, не знаю... Мне кажется, это интересно. Потом вот я снимал такая, где можно уже писать что-то такое, типа, поздравительные открытки, может, на следующее 8 марта. Потом я делал еще в этой вазочке. Вот она, она всякая. Тоже там очень много вариантов. Это я показываю только, может быть, 10-я часть или 5-я часть от того. Вот начался уже натюрморт. Как бы я пытался сложить что-то. Но мне вот почему-то понравилось вот такой, скажем так, вот... Как-то мне зацепила именно вот такая постановка. Вот что-то в этом есть, все. Не знаю. Делал я большие. Делал я и с другой стороны ставил там. То есть, разное дело. Но, как я уже сказал, зацепил мне вот такая фотография. Вот такая вот. И, казалось бы, на первый взгляд, такая невзрачная она. Но я вас уверяю, что после того, как мы с ней поработаем, она просто заиграет. Хотите увидеться? Ну, давайте. Мы сейчас возьмем ее номер 3261. Мы возьмем сейчас Родота. И пойдем с вами туда. В конвертер. Так, загрузили файлик. Конвертер. Первое, что мы избавимся от этого налета желтоватого. Не нужен он нам. Вот так. Это мы, что первое сделаем. Да? Далее. Ну, возможно, тут надо посмотреть. Так, это вот. Сохранить такое. Теперь. Свет. Контрастность. Динамика. Посмотрим динамику. Так, хорошо все. И. Какой интересный терморчик. Так. И вот так. Так. Вот у нас уже есть такое ощущение цех. Светлое утро. Это хорошо. Давайте еще обрежем маленечко. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот так. Вот так. Вот так. Ну, довольно таки неплохой, я вам скажу. Вот. На терморчике. Единственное, мне не нравится, здесь желтое появилось. Ну, это мы сейчас поправим. Откроем. Вот он он. Так. Есть у нас тут. Это губка. И вот мы этой губкой здесь сейчас пройдем. И уберем. Не хочу я здесь желтого. Вот желтого мне тут достаточно. Вот так. Так. Уберем лишнее. Что-то есть у нас вот там пятнышко какое-то. Так. Теперь я хочу посмотреть чай у нас не очень приятный. Так. Какой-то такой, ну, не красивый чай. Первое, что мы сделаем, это сравняем сейчас. Тут какое-то отражение, которое мне совсем не нравится. Вот так. Вот это отражение убрали. Отлично. Теперь берем, выделяем это. Так. Покруглее сделаем. Я надеюсь, вы уже научились пользоваться пером. Ну, нет, значит, сам виноват. Так. Есть. И теперь давайте посмотрим, сколько нам дадим аус. То есть, пять, ну, пять много. Три. Сделаем три. Хорошо. Три. Три. И давайте теперь поглядим, что можно здесь сделать с черпком. Так. Так. Нет. Мы с вами сделаем следующее. Ну-ка. Пойдем сюда. И вот. Ну да, в определённой степени вот так. Вот так, чтобы у нас не было. Так. хорошо. Как бы тут какие-то плавают штуки, дрюки. не знаю, я бы их удалил. Что-то, конечно. Халки всякие, не досмотрел. Вот так. Так. Наверху тут тоже сейчас поправим. Возьмём. Вот так. Не пойдёт. По-другому сделаем. Вот так. Прямо-ка. И тут уже подробно. где наш штампик. Аккуратно с помощью штампика сделать более-менее прямую. Так. И здесь. И тут. Так. Заодно удалим тут этих парочку. пятнашек. Цена пенопласти уже. Так. Что ж ты хочешь делать? Вот так. Хорошо. Ну и посмотрим, что ещё можно. Я думаю, что ещё можно добавить. свету можно добавить. Такой натюрмор дневной, утрешний, поэтому пересветы нам не страшны. Вот в целом получился такой вот весёлый натюрмортик. натюрмортик. Так. Посмотрим. Может быть нам надо будет. Сейчас ещё гляну я. Да. Вот. Брать. до 70. Ну и всё же этот. Вот такой натюрмортик мы получили. Довольно симпатичный, радостный такой, который мы можем спокойно поставить на сток и ждать прибыли. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сделали вот такую картинку, которая, на мой взгляд, довольно таки неплоха. И мои усилия там и риск скатиться в эту самую, в этот пруд, то есть оправдался, я считаю, я получил очень много различных картинок, которые я потом обработаю и выставлю на стоки и потом с вами поделюсь, была ли какая-то реакция на них. Так. Что касается булочек. Три штуки пойдут на понедельник. Я больше сейчас уже не хочу. Цветы пойдут жене в подарок. Вам видео. Второе два штуки в день. Ну, я спешил, потому что, во-первых, я завтра, мне некогда, я иду на барахолку. Вас, кстати, не приглашаю, потому что такая же. Я просто буду искать какие-нибудь старинные вещи, которые можно снять в разных ракурсах и продать, если получится. И второе, что я посмотрел сейчас на счету, пришли деньги. Это значит, что калоши мы с вами в понедельник начнем снимать. Тоже интересная вещь, кстати. Я уже примерно представляю, как. Поэтому день мой рабочий подходит к концу. Я желаю вам еще хорошего воскресенья. Всего вам доброго. Пока. 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 Пока.